Пожар в детском лагере Виктория в Одессе. За время после пожара Одесса успела увидеть уже очень многое. И громкие заявления первых лиц Украины, и аресты, и данные о чудовищных нарушениях при строительстве этого детского лагеря, и жесткие столкновения между полицией и активистами. Вот только СМИ так устроены, что не могут долго держать в фокусе одну тему, даже такую, как эта трагедия. Не получится ли так, что теперь, когда внимание к трагедии неминуемо начнет снижаться, всю вину за пожар попытаются повесить на стрелочников? Это вопрос для нашего корреспондента в Одессе, Андрея Анастасова. У него и узнаем, какие сейчас настроения в городе, и чего дальше ждать от одесситов. Андрей, приветствую тебя. Скажи, вот по состоянию на сегодня, на каком этапе расследования, что уже удалось установить по этому пожару? На сегодня в связи с трагедией в лагере Виктория открыто три уголовных производства. Во-первых, по статье «Нарушение правил пожарной безопасности», которое привело к гибели людей. Затем, по факту служебной халатности местных чиновников. И еще отдельно расследуют то, как проводилась реконструкция в детском лагере. Как сообщили нам сегодня в прокуратуре, назначено большое количество экспертиз, пожарное, техническое, строительное. Кроме того, изучается документация, изъятая в различных департаментах горсовета, а также на предприятиях, которые проводили работы. Досудебное следствие планируют завершить в течение двух месяцев. Пока же подозрение объявлено только двум людям, и они уже взяты под стражу. Это директор Виктория Петра Саркисян и 23-летняя воспитательница лагеря Наталья Янчик. Она отвечала там за противопожарную безопасность. Многие в Одессе возмутились, мол, почему среди подозреваемых нет чиновников, которые, собственно, и позволили функционировать лагерю в таком состоянии. Прокурор Одесской области пообещал, что круг подозреваемых обязательно расширится, и никаких стрелочников не будет. Просто огласить особе про подозру, чтобы потом иметь слабую позицию в суде, это неправильно. Сейчас все абсолютно будет выучено, надана правильная юридическая оценка, и я гарантирую, что служебные особи будут нести покорение в этом криминальном проведении. Тем временем одесские журналисты-расследователи составляют свой так называемый список Виктории. Туда они включают лиц, которых считают причастными к трагедии. И этот список довольно большой. Дело в том, что нарушений вокруг лагеря хоть отбавляй, начиная от проектировки деревянных зданий и заканчивая тем, как работала, точнее, не работала система противобожарной безопасности. Сигнализация, то есть. И, кроме того, есть подозрения, что тендер у проведения реконструкции имел признаки сговора, а еще должностные лица службы по чрезвычайным ситуациям в прошлом году почему-то признали деревянные корпусы безопасными с точки зрения пожарной безопасности, опять же. Что еще можно добавить? То, что, по мнению журналистов, верхушка айсберга, верхушка этого коррупционного айсберга, это начальник управления капитального строительства Одесского гурсовета. Ведь именно это ведомство было заказчиком реконструкции. То есть, как он наблюдал, почему строили из дерева эти срубы, хотя такие здания нельзя строить для детей из дерева. Вопрос возникает по пропитке этих бревен составом специальным. Говорят, что они сэкономили на составе. Говорить о протестах, которые были в Одессе на этой неделе. Чего можем ждать дальше? Активисты просто выпустили пар или продолжат давление, пока не накажут не только стрелочников? Ну, нельзя сказать, что прямо вся Одесса охвачена протестными настроениями. Да, действительно, в среду к мэрии пришло довольно большое количество людей, но в основном это были все же активисты разных организаций. А вот рядовые горожане, они свой гнев по поводу трагедии выражают больше в социальных сетях. Так отмечают политологи. Но в то же время, по их словам, по словам экспертов, в ближайшее время акции протеста в Одессе продолжатся. Сам же мэр Геннадий Труханов отстранил от исполнения обязанностей нескольких чиновников, в ведении которых находился детский лагерь. Ждет официального расследования. Обещает, что все документы касательно Виктории опубликуют на сайте горсовета. А еще говорит, что на теме трагедии сегодня пытаются спекулировать. Алексей? Понятно. Спасибо. Андрей Анастасов, наш корреспондент в Одессе, помог нам с вами разобраться с настроениями в этом городе. А вот с настроениями властей после трагедии, они вполне предсказуемы. В Украине уже сложилась давняя, но далеко не добрая традиция. Закрывать глаза на всем известную проблему, а вот после ЧП объявлять проверки. К примеру, упал аварийный дом или обвалилась школа, сразу масштабная ревизия. Вот и сейчас, после трагедии, в детском лагере Виктория в стране разрешили внеплановые проверки в детских садах, школах, больницах и домах для престарелых. Напомню, что у нас действует мораторий на плановые проверки учреждений, в том числе и на предмет пожарной безопасности. Все потому, что эти ревизии были фикцией и удобной ширмой, за которой инспекторы благополучно брали взятки. Получается, что вся система пожарной безопасности у нас и до моратория, и после не более чем дымовая завеса. О реформировании системы говорят давно. К примеру, обещали ликвидировать пожарную инспекцию, а сами пожарные бригады формировать из добровольцев. Но пока это преимущественно разговоры. А вот на практике украинские пожарные части, как правило, напоминают музей раритетной техники. А пожарные рискуют жизнью за весьма скромную зарплату. Наша Павлина Василенко нашла место, где реформа уже началась. Как это выглядит на практике, смотрите далее. Увага! Четвертое отделение на выезд. Работа хорошая, но когда пожар, хоть увольняйся. Этот старый анекдот не о них. Балочки, разговоры о том, что пожарный спит 25 часов на дубу, это все не так. И каждая часа расписана. Когда они работают на выезде, пожарные учатся. Даже людям с 10-летним стажем каждый день приходится сидеть за партой. Ну да, выставляются оценки и занятия проводятся каждую измену. С 10 до 2 выучаем сейчас с ничным перебыванием детей, так как в Одессе случилось. Ну, чтобы знать, сколько детей там перебывает, сколько дегидрантов. Звучит сирена и у пожарных есть всего 20 секунд, чтобы спуститься к месту выезда, наесть снаряжение и выехать. Обычно, отправляясь на вызов, они знают только адрес. Мы готовы до всего. В нынешнем году в этой столичной пожарной части обновили технику на 50% и купили новую форму европейского образца. Надеются, что после реформы пожарным или зарплаты поднимут, или разрешат работать по совместительству. Есть закон Украины про борьбу с коррупцией, где прописано, что на других работах по совместительству нам работать не позволено. По первому году службы от 5 тысяч. Те, что работают по 20 лет уже, они 6,5 отримуют. А это Винницкая область. Здесь уже запустили пилотный проект реформы. Один из ее пунктов – создание добровольческих пожарных отрядов. Село Строенцы в 25 километрах от райцентра. По разбитым дорогам пожарные сюда добираются минимум полчаса летом. Зимой доехать не хватит и часа. После того, как несколько месяцев назад сгорел склад, селяне решили самоорганизоваться. Я работаю с водителем автобуса. Если что-то слушается, то вызывают. В течение пяти минут я тут рядом живу. Добровольцев 8 во главе с сельским головой. Работают, как и профессиональные пожарные, сутки через трое. Обмундирование и автомобиль за 100 тысяч гривен помогли купить местные бизнесмены. Бюджетных коштей не потрачено ни одной купить. Это безопасность, безопасность громады и безопасность также предприятий. В любую минуту пожарная команда может выехать и в частности среагировать на обычные ситуации, которые могут возникнуть. Пожарных любителей инструктируют пожарные профессионалы. Их выезд не меняет наш выезд. Они на начальной стадии пожарной срокеализовывают действия, которые в межах, которые она набыла. А мы уже приезжаем и им далее помогаем. В другом районе Винницкой области создали один из первых в Украине центров безопасности граждан. Этого тоже требует реформа. Все как в кино об американской службе 911. Под одной крышей скорая, полиция и пожарные. В старом ангаре вполне европейские условия работы. Областные пожарные подарили автомобиль. Старый прожорливый ЗИЛ со временем хотят заменить на более экономичный. В месяц на содержание пожарных необходимо 200 тысяч гривен. Деньги для коммунального центра безопасности нашли после того, как пять сел объединились. Они подписали договоры об обслуживании соседними населенными пунктами. А значит пожарная часть получит дополнительные деньги. Эксперты говорят, реформа пока движется вяло. Чтобы заработали объединенные центры оказания помощи, как в Винницком селе, нужно как минимум ввести единый экстренный номер 112, который, к слову, планировали запустить еще перед Евро-2012. Без системы 112 она систематически не заработает. Если эта система будет запущена, это будет правильно и хорошо. Если она будет запускаться, так как запускается сейчас, без правильной координации, то она фактически будет пущена на самотек, будет зависеть от компетентности местных специалистов. Согласно реформе, государство оставит под своим контролем стратегически важные объекты и объекты населенных пунктов, где проживает не менее 20 тысяч человек. Такие схемы действуют во многих странах. Там пожарный – это уважаемый человек с достойной зарплатой и соцпакетом. В Украине же пока пожарные – это, скорее, любители риска. Я не буду любить эту профессию, тут долго работать не буду. Сегодняшнее заседание Национального агентства по предотвращению коррупции неожиданно закончилось совсем не по плану. На заседание пришел нардеп Сергей Каплин. И, естественно, повестку своей работы в этот день членам НПК срочно пришлось менять. Каплин передал главе агентства Наталье Корчак обращение по факту нарушений при проверках некоторых электронных деклараций. В частности, декларации Дмитрия Бута, замначальника главного следственного управления МВД Украины. Он живет в роскошном маятке. Его окружение, его родина, его родители имеют невероятные статки. Очевидно, что сын переписал все это на своих родителей. Проте декларирует, что живет в Мариуполе, а миссия фактической, официальной работы его Киев. Может, может поверить кто-то в то, что Бут ездит из Мариуполя в Киев каждый день на работу? Это невозможно и это, как минимум, выглядит смешно, а в реальности это порушение членного законодательства. Напомню, Дмитрий Бут – частый герой журналистских расследований. При официальных заработках чуть больше 200 тысяч гривен в год он умудрился приобрести типичный набор новориша. По данным журналистов, это и внедорожники, и роскошная квартира в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева. Естественно, оформил это все не на себя, на жену. Не смог обойтись и без загородного дома. Его уже оформил на отца. Расследователь оценивает все имущество Бута в сумму более чем 2 миллиона долларов.